Дамы и господа! Большой привет всем игрокам, всему тренерскому штабу, конечно, от нас всех, болельщиков, ЦСКА! Между прочим, мы приготовили для вас небольшой сюрприз. Мы все-таки придумали возможность оказаться на соседнем месте. У нас есть баскетбольный мяч, у нас есть рука коня, которой сейчас каждый болельщик сможет зарядить, положив на мяч свою руку. И буквально через полчаса этот мяч отправится к вам в раздевалку. Красная армия всех сильней! Но от тайги до британских морей, красная армия всех сильней! Хлопаем! Более того, сегодня многие болельщики ЦСКА прислали нам свои видеовопросы. Видеовопросы для игроков. И первый из них, я уверен, что этот голос многие из вас узнают, по крайней мере те, кто водит автомобиль по Москве самостоятельно. К новичкам команды, торники Шенгели и Николе Мелутинову, у меня вопрос. Как вы передвигаетесь по Москве и столкнулись ли вы уже с московскими пробками? Нет, я обычно купил Uber или Yandex. Что касается московского транспорта? Я ожидал гораздо лучше, но это нормально. Я не знаю, что это нормально. Я не знаю, что это нормально. А Току говорит, что сам машину не водит, предпочитает вызвать такси или Uber, и ожидал гораздо худшего положения на дорогах, и говорит, что двигаться более-менее нормально. А что с тобой? Ну, знаете, о том, что трафика, как Току сказал, я ожидал лучше. Может, это будет лучше в будущем, но до сегодня это не так плохо. Так что я надеюсь, что это будет так. И ты двигаешься? Нет, нет, я рад, что у меня есть двигатель, и он мне помогает. О, а тут есть личный водитель, и, ну, вы понимаете, что вот эти вот легенды, которые ходят о Москве, ну, уже не медведи и балалайки, а уже пугают всех страшными пробками. Подруги просили узнать, не смогли прийти, смотрят в онлайне как раз трансляцию, и услышали, что он не женат, девушки у него нет. Хотят узнать, какие девушки ему нравятся. Блонд, брюнет. С темными волосами. С темными волосами, чтобы быть хорошим, чтобы выглядеть хорошо. Которые хорошо выглядят, но при этом еще и добрые. Являюсь поклонником и фанатом CSKA уже много-много лет. Хочу пожелать ребятам без травм, нетравматично, с гордо поднятой головой, с верой в будущее, с огоньком в глазах, с руками поднятыми вверх, они у вас всегда и так подняты. Ребята, делать то, что вы умеете делать хорошо, побеждать. Удачи вам на сезон и всего самого хорошего. Группа руки вверх. Обязательно приду на какой-то матч и поболею за вас. Я являюсь болельщиком много-много лет. Хочу пожелать отличного сезона, побольше красивых мячей в корзину. Ну а мы, болельщики, всегда рядом и никогда вас не подведем. Будьте счастливы, здоровья и успехов в боевой и политической подготовке. Ура! Огромный привет всем болельщикам ЦСКА, всем фанатам ЦСКА, таким же, как и я. Я очень надеюсь, что будущий сезон будет для нас удачным, мы победим. И помню, что ЦСКА всегда будет первым. Только ЦСКА, только одна команда здесь. И обратите внимание, какая приятная фишечка есть от ЦСКА. Над каждым шкафчиком не только имя, фамилия, номер, но также имя и дата рождения ребенка. И мы видим Матвей, Дарья, Тимофей. 2014, 2016, 2019. Семен, не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте нас радовать и продолжайте помогать мне в нашем прямом эфире. Я понимаю, что на карантине нечем было заниматься, но мы контролировали этот момент с супругой. Так что пока достаточно. Пока хитрик, я понял. Пока да. И такой вопрос в команде. Все ли, например, могут проплыть 100 метров с пострадом крови? Я, конечно, на поединок не буду вызывать человека, который задал вопрос. Все-таки он рекордсмен мира. Но думаю, что свои 2-3 километра в состоянии проплыть. Дмитрий, что касается спорта? Кто лучший спорта в команде? Я тоже люблю спорта. Я люблю спорта. В середине... Не 2-3, но 1,5 километра. Каждые 3 дня я сделаю это. Сейчас я не знаю, кто остался. Я не говорил с ними. Я не думаю, что Уилл будет хороший спорта. Я не знаю. Я вижу, что он пытается избежать моих вопросов. С Уиллом мы поговорим чуть-чуть позднее. Говорит, 2-3 километра, как в Атуте, не потяну. Полтора точно, так? Да. Километр и пол, окей. Я тоже. У меня, конечно, вопрос к главному тренеру ЦСКА. Дмитрий, пожалуйста, отвечай мне только искренне. Мне 55 лет. Мой рост 1,70. Могу ли я рассчитывать на блестящую карьеру в ЦСКА? Очень сложно быть игроком в ЦСКА. Потому что он просил меня быть честным и 100% сказать правду. Это то, что он сказал. Если быть честным, то, конечно, с таким ростом тяжеловато будет. Очень сложно. Но я могу предупреждать ему, если мы согласны, что один матч, VTB матч, нашим фанам, чтобы сидеть на бенчу или встать на бенчу, и обеспечить от аукции, скажем так. Но не играть? Не играть. Он не может играть. Но он может сидеть на бенчу и обеспечить всю атмосферу, как встать на бенчу. Он будет рядом с собой на скамеечке, чтобы он насладился атмосферой. Есть ли шанс, что когда-нибудь в будущем Никита Курбанов станет капитаном команды? Я вот сейчас впервые в прямом эфире хочу проинформировать вас, что только что мы решили, что капитаном команды в этом сезоне будет Никита Курбанов, а капитаном команды Уилл Клайберн. И отсюда отличный обзор, на самом деле, с этого места. Всю команду видно. Я думаю, что никто лучше капитан нам про команду не расскажет. Кто в этом составе, например, самый стильный, на твой взгляд? Ну, судя по клипу, конечно, турники в костюме выглядел просто шикарно. Самый веселый? Самый веселый. Слушайте, у нас все ребята с юмором. Просто кто-то больше его проявляет, кто-то меньше. Опять же, Маки, я думаю, что является таким своеобразным заводилом, потому что мы каждый раз просим его поставить какую-нибудь музыку в раздевалке, чтобы немножко разбавить атмосферу. Он с удовольствием это делает. В принципе, у нас нет проблем с какой-то коммуникацией. Вы не забыли? Конечно. Я не забыли от него. Я думаю, что можно сказать, 7-8 месяцев, без баскетбола. И, конечно, скучает по игре. Рад вернуться на площадку. Специальное видео, видеообращение есть. Победительница турнира «Большого шлема». Ролан Гарос, латвийская теннисистка Алена Остапенко. Внимание на экран. Привет, Яни. Я тебя, Ляна Остапенко. Я желаю тебе новое латвий сезону. Для многих успехов. 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 И, в основном, быть здоровым. Я желаю всего хорошего. Быть здоровым. Набирать как можно больше очков, передач. Я говорю «Ватутин», подразумеваю баскетбол. Я говорю «баскетбол», подразумеваю «Ватутин». Андрей, я хочу пожелать невероятного сезона. Я буду вас изо всех сил поддерживать. И мне с тобой всегда проще вериться в победу. Наверное, у меня только единственный вопрос к Ленину Ермольникову. Был ли он членом партии? Потому что хорошо помнит и цитирует Ленина. Но это я лично как-нибудь у него спрашивал. А так, еще раз большое спасибо за пожелание. Увидимся на играх. У нас конь появляется в студии. Приносит этот мяч. Капитан получает мяч в руки. Чувствуете ли вы энергию болельщиков? Конечно же, она ощущается. Мяч заряжен. Мы готовы к победам. Всех ждем на баскетболе. Кубок Гомельского через неделю. Выходные. И вместе с нами. И от тайги до британских морей. Красная армия. Всех сильней. Всем пока. Мы были в прямом эфире. Смотрите эту видеозапись в официальной группе ЦСКА ВКонтакте. Надеюсь, станет доброй традицией. Хотя, еще больше надеюсь, что скоро нам не придется общаться на такой большой дистанции. Ура! 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 Продолжение следует...